На предприятии «Форос», расположенном в городской промзоне, занято в цехах и на производственных участках конкретной работой 739 человек. Заработная плата по сегодняшним меркам достойна, руководство лояльное, умеет слушать, решать и брать на себя ответственность. На предприятии «Развитспорт» есть своя футбольная команда, бесплатное посещение бассейна, спортзала, секции настольного тенниса, волейбола. Проводится соревнование по рыбной ловле. Казалось, что рабочему человеку еще нужно для удовлетворения своих главных житейских потребностей. Живи и будь удовлетворен тем, что до сегодня имеешь. Когда я вернулся обратно в город, я пришел сразу сюда на «Форос». Если бы здесь было так плохо, как говорят, все так ужасно, пыльно и что тут не наговаривают, я бы сюда никогда в жизни не пришел. «Форос» – это хорошее предприятие, на мой взгляд. «Хочешь большего? Развивайся, совершенствуйся, расти». Но на то она и оппозиция, что идет другим путем. Известно, что внесистемная оппозиция, программные установки которой, если они, конечно, существуют, отрицают все, что делается на предприятии во благо самого завода и работающего людо. Деятельность таких заговорщиков нацелена на дискредитацию и подрыв нормального хода производственного процесса. Они не идут на диалог, не соглашаются на обсуждение и выработку совместных решений. Это не их цель. Им бы опорочить, чтобы отжать и выиграть, или просто побузить. Разные площадки в городской черте уже не один год собирают, пусть не столь многочисленные, но все же митинги и одиночные пикеты. Вставить свое слово о плохом, дымящем и отравляющем воздух предприятии оппозиционеры пытались даже на митинги с заявленной повесткой по пенсионной реформе. «Форос» отравляет воздух и уничтожает все живое вокруг. Именно от него все беды. Но ни одно из исследований и лабораторных заключений органов, призванных осуществлять надзор и исполнять контрольные функции, не подтверждало выводов и лозунгов митингующих в той мере, в которой они были представлены и заявлены. То есть не есть с чем сравнить эту ситуацию, которая происходит на заводе. То, что было в третьем году, то, что было в десятом году и то, что в восемнадцатом году. Это совершенно разные вещи. Что касается и оборудования, что касается пылеулавливающих установок всевозможных. Что касается вообще в общем охраны труда. Потому что я тоже в этом отделе работала и могу сопоставить, как это было раньше и как это сейчас. То есть условия труда в любом случае становятся с каждым урозом лучше, лучше и лучше. Но искатели истины не сдаются. Продолжая твердить, неизвестно откуда взяты и приняты за основу незаконно рожденный постулат. Корень зла – форес. Твердят они его и теперь, когда руководство, совет трудового коллектива, в который раз заявляют, что готовы к диалогу, к встречам и обсуждениям в любом формате. Но формат переговоров – это для сторонников мирного переговорного процесса. Не услышите «поедем касками по мостовой стучать», будто не слыша и не слушая повторяют те, кто и сам вряд ли понимает, чего хочет, подчиняя себя чьей-то чужой воле. 70% прибыли завод тратит сегодня на развитие и защиту окружающей среды. Заработная плата, если брать срез в масштаба города, одна из самых высоких в сравнении с другими промышленниками. Выше разве только у цементников. СОС-пакет полный. На обеды 70 рублей плюс каждому и за каждую смену. Ежегодно на заводе принимается трехстороннее соглашение по охране труда и безопасным условиям. Но улучшение условий труда на 2019 год запланированы 65 миллионов рублей. То есть это озеленение, это спецодежда, это все хотелки в цехах, да, кто бы что-то хотел, воздуха добавить, там пылью убавить, там еще там что-то. Сверх того меры для уменьшения запыленности в рабочих помещениях, вложения в модернизацию производственных линий, которая включает в том числе и обновление аспирационных систем. Есть коллективный договор, но мы не сдавались. Мужики, вот вы пришли сюда навстречу, чтобы это сказать? А что, проблем никаких? Может быть, все это лишь видимое благополучие? Мы понимаем, вам здесь работать. Руку дающего не кусают. Не кусают, но и не лижут. Слышали мы в ответ. Мы рабочий класс, и мы по-любому не смиримся с несправедливостью. Все равно рано или поздно говорим, что думаем, и решаем вопросы. Дело такого, что нету диалога с работником, с любым. Все равно разговариваем, беседуем. Даже в неформальной обстановке многие общаются. Вышестоящие руководители все равно разговаривают с людьми, все равно встречаются. Все равно, если бы было какие-то наболевшие проблемы, как вы говорите, полностью, да, подводные течения, все равно мы бы знали об этом. Были мы и не раз в цехах и в подразделениях, на складах, где выдают столько респираторов на смену, сколько требуется. В наличии спецодежда, обувь, головные уборы, рукавицы и перчатки. Разговор был серьезным, с подковырками и подвывертами, провокационным, одним словом. Возможно, поначалу с некоторым недоверием друг к другу, но без обид. Оказалось, что проблемы, конечно же, есть. Куда без них? Есть к чему стремиться, да, есть что еще модернизировать. Это естественно, потому что объемы растут. Естественно, оборудование нужно добавлять, обновлять. Все вентиляционные, аспирационные системы, естественно, тоже. Но это все дело времени, это ничего не делается одним разом. У меня как раз участок коснулся реконструкции, но на себе мы еще не ощутили пока. Не знаю, у человека такая натура, что сколько ни давай, все равно мало. Конечно, хочется больше, но в столовой будем работать. Чем больше будем выпускать, тем больше получать будем. Заводская столовая, например, мало кого устраивает. Качество борщей и котлет оставляет желать лучшего. Требуются перемены, и Совет трудового коллектива в плане на текущий год уже отразил предстоящие необходимые мероприятия по ремонту, расширению ассортимента, качеству блюд, монтажу дополнительного оборудования, вентиляционной системы. Столовая, она относится к этому корпусу. Естественно, она в проект входит. То есть, когда начнутся работы по проекту всего АВК, тогда затронется и столовая. Многое предстоит сделать и в плане очистки воздушного бассейна на самой территории и прилегающей зоне. Эта тема была и остается актуальной. Но вектор движения проложен. Финансирование предусмотрено. Это буквально означает, что завод будет продолжать жить. Будут и дальше совершенствоваться его производительные силы и производственные отношения. Расти объемы, а вместе с ними и защита окружающей среды. И что не менее важно, одиночная, но все же оппозиция умножает здоровый дух коллектива, который не позволит отдать на откуп дилетантам и проходимцам это производство. Не даст оговорить любого из тех, кто на нем трудится. Двери же директорского кабинета всегда открыты для общения. Для тех, у кого возникают какие-либо вопросы, касающиеся трудовых отношений. Вопросы, конечно, бывают, а решить их, конечно, удается. Не то, что удается, а мы их решаем. Редактор субтитров А.Семкин